здравствуйте мои дорогие друзья сегодня я вам хочу предложить очень вкусную очень интересную с очень оригинальным названием выпечку у нас тортик будет сегодня называться тещин глаз и потом вы увидите почему он так называется я надеюсь вам понравится и вы даже сумеете его приготовить и на праздничный стол и на каждый день для теста нам понадобится 4 яйца 3 столовые ложки мацу у меня мацун вы можете взять сметану или кефир заменить кому как удобно что у кого есть 1 неполная чайной ложки соды 200 грамм сливочного масла или маргарина кто что использует 300 грамм сахарного песка щепотка соли и мука у меня по рецепту три стакана муки сколько пойдет муки сегодня я вам точно рецептуру напишу под видео в инфобоксе а теперь приступим для начала мы как всегда миксером собьем масло и сахарный песок сначала разотрём масло миксером и потом будем добавлять сахарный песок масло с сахарным песком я уже взбила а теперь будем добавлять по одному яйцу я добавлю четыре штуки добавили одно яйцо взбили добавили второе взбили и так 4 яйца яйца мы уже вбили мы немножко посолим тесто теперь соду добавим в мацун мацун у нас должен быть комнатные как и все ингредиенты температуры и даже немножко теплее чтобы вот он как следует соды вошел в реакцию вот посмотрите уже пенится хорошо и вот добавлю и собью я забыла сказать про ванилин ванилин мы тоже добавляем половину чайной ложечки можно немножко поменьше ванилин и будем добавлять муку сколько муки будет я скажу вот наше тесто готовое посмотрите вот она такую очень густая сметана тесто давно получится нам нужно сделать будет из этого теста два коржа и мы возьмем еще немного теста смешаем с мукой нам нужно получить 20 небольших как грецкий орех шарики добавим муку чтобы мы сумели из них слепить шарики очень сильно не будем забивать мукой но все-таки оно должно получиться более твердое вот посмотрите какое тесто у нас получилось и вот давайте сделаем небольшие шарики шарики нам нужен вообще ровненький круг сделаю 20 шариков вот мы сделали уже 20 шариков и теперь смотрите нам нужно вот так пальцем я делаю вот почти до конца углубление и так мы сделаем все наши шарики сейчас я всех их приготовлю и поставлю в печку готовится при температуре от 180 до 200 градусов они должны пропечься и подрумяниться чуть-чуть главное чтобы они были готовы и очень не пересушивать их они пока печеньки получится у вас и когда будете классе так и кладите чтобы расстояние сохранялось они немножко увеличится в объеме и все идем в печку наши печеньки уже вот приготовились вот с такой выемкой у меня тесто хорошо поднялось вот выемки многие вот так прям закрылись но ничего и один корж уже испекся вторую нас в печке теперь мы приготовим крем для крема нам понадобится 200 грамм сливочного масла и 350 грамм вот сгущенки собью все комнатной температуры будем взбивать делаем обычный крем у нас крем готов и вот я покажу как мы мажем сначала намажем наши печеньки все а потом что останется крема смажем вот у нас здесь два коржа уже испеклись будем смазывать потом коржи вот каждая печенька вот так смажем крем у нас здесь должна быть выемка мы про нее не забываем и так намажем все печеньки мы намазали наши коржи положили наши печеньки и теперь нам для украшения понадобится варенье этот раз я взяла вишневое варенье и вот будем оформлять наши глазки вот оно и название тещин глаз я тоже в будущем конечно будут тещи так что пусть никто не обижаетесь тещ я никого обидеть не хотела это название нашего тортика сейчас разложим все вишенки это могут быть вишенки белая черешня ну какая нибудь кругляшка может быть мелкий орех даже а может быть замороженные фрукты посмотрите кому как больше нравится очень оригинальная печеная и сверху вот мы уже нарезали грецкие орехи сейчас я по обсыплю наш торт грецкими орехами подождем чтобы он пропитался и будем подавать пробовать и вот посмотрите какой красивый оригинальные и уверяю вас очень вкусный торт у нас получился очень надеюсь что вы добавите этот рецепт свою кулинарную книжечку тетрадочку и будете пользоваться им часто потому что уверенно вам очень понравится он у меня пролежал ночь но мы уже его попробовали сразу как приготовили и вот просто я вам показываю посмотрите какой он очень нежный очень мягкий вот очень вкусный крем со сгущенным молоком готовится быстро а тесто коржи вы сами видели как просто готовится вишенка которая у меня из варенья может быть свежей летом и дальше фантазируйте сами готовьте и радуйте своих любимых я вам желаю всего хорошего теплой зимы